Всем привет, друзья! Сегодня мы сделаем классную самоделку своими руками из остатков канализационных труб. ПВХ труб, пластиковых труб, то как называют. Нашел я подходящей длины канализационную трубу 110, вот с ней и будем работать. Для начала делаю разметочку, отступаю от края 10 сантиметров и пытаюсь по кругу примерно поставить метки. А в дальнейшем уже буду отрезать на ленточном станке. Отрезать можно чем угодно и болгаркой, и пилой, но я сделал так, так быстрее и чуть ровнее. И также трубу распускаю вдоль, чтобы получилось что-то вроде такой большой клипсы. Итак, первая заготовка у нас уже готова. Продолжаем дальше. Беру кусочек фанеры, в данном случае у меня 15 миллиметров. Линейку, самодельное шило, карандашик и делаю круги. Круги я взял где-то в диаметре 13 сантиметров. Далее все просто, перехожу на ленточный станок и вырезаю. Опять же, вырезать можно лобзиком, просто у меня есть лента, это проще, это быстрее, ну и спокойнее. Два круга собрал въедино, просверлил саморезом и, поработав на шлифовальном станке, получил два одинаковых круга. Далее прикладываю диск от болгарки и делаю разметку. Окружность посередине и пару прямых линий с помощью угольника. По центру засверливаю отверстие на 25 миллиметров и также перехожу на ленту. Затем беру еще одну заготовку в 10 сантиметров и также отрезаю вдоль. Нам, по сути, нужна чисто половинка. Зажимаю заготовку в тиски и отрезок, кусочек вот этот из ПВХ трубы надо вклеить. Прошло буквально полчаса и можно с трубцины снимать, наша заготовка склеена намертво. Для подстраховки решил также добавить пару саморезов. Сверлом тройкой рассверливаю отверстие, чтобы фанерка не треснула и сажаю на саморезы с пресс-шайбой. Далее делаю разметку на заготовке. Чертю маркером линию полукруг. Именно эту линию надо будет нам вырезать с помощью болгарки. И стараться не нарушать толщину, скажем так, прорези, чтобы именно толщина равнялась толщине вашего диска. Но у меня это в данном случае 1 миллиметр. Подравниваю канцелярским ножом, отрезаю лишний кусочек. А потом фиксирую уголок на пару саморезов. Ну и все, можно крепить к стенке. И у нас, друзья, получается классная самоделка. Это классный органайзер для хранения дисков от болгарки. У меня в мастерской это расходник. Я их покупаю пачками, штук по 20, по 30. И они постоянно то ли валяются, то ли где-то на гвоздях висят. А тут у нас вот такой интересный органайзер, в который можно закидать сразу много кругов. И спокойно пальчиком по одному доставать. То есть все в одном месте. Всегда можно заглянуть, посмотреть сколько осталось. Легко пользоваться. Легко делается. Буквально из остатков за полчаса смастерили вот такую классную вещь. Пишите свои комменты, друзья. Пишите вопросы, как вы храните диски от болгарки. Насколько вам такая понравилась идея. И возможно, что бы вы доработали. Спасибо вам за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал. Обязательно жмите колокольчик. Ну и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok